всем доброе утро проснулись сегодня пораньше приготовили завтрак вот кстати хочу сказать что с момента пробуждения до момента выезда проходит примерно полтора часа за эти полтора часа мы все водные процедуры утренние делаем зарезать зарядку готовим обед и перекусы на весь предстоящий день собираем лагерь и выезжаем вот на все про все у нас полтора часа достаточно быстро сегодня была первая прохладная ночь не холодная ночь а прохладной относительно предыдущих то есть ночью был прям такая роса холодный туман густой а с утра пол седьмого уже солнышко всех разбудило без будильника все по вылезали из палаток потому что в палатках стало очень жарко высокая температура вот позавтракали и сейчас будем собираться отправляться в путь программа максимум это доехать до барковской метеостанции до нее нам порядка семидесяти километров от фатейском там 68 может быть по картам но понятно что мы где-то объездки там точно не посчитать но даже если мы пройдем 50 то завтра нам на следующий день нам на завтрашний останется немножко и можно сделать какую-то полудневку вот все у нас хорошо бодры и веселы сейчас последнее приготовление термоса заправлены складываем машины и отправляемся в путь переодеваемся из теплой утренней одежды но она не то что теплая чтоб комары не прокусывали потому что они все-таки досаждают комары мушкара футболочку которую не так жарко ехать за рулем не так жарко бегать прыгать по болотам чуть-чуть погреем двигатель и все отправляемся куда мне бухонку или по свежий с пекарной он спасет броня не съем стук он спасибо че можно даже теперь лишь бы не уходить я попела таким запасы турист должен быть сыт остальное для него не страшно согласен в дорогу спасибо огромное планы не определенные я свободный художник все хочу то и творю поэтому я расскажу про варианты какой из них реализуются это никто не знает вариант номер один здесь в избе остаться еды дали столько чтобы я хвостил на сутки точно больше даже здесь послушать тишину и всякое такое вот вариант номер два пойти ну обратно в мыло там я планирую зайти к петру ульянычу это человек который меня приютил когда я с велосипеда шел с велосипедом шел в прошлый раз он меня уложил там ночевать и всякое такое то есть к нему то я обязательно зайду но только не знаю либо сегодня либо завтра вот а потом думаю на лодке сплавиться обратно до филиппова причем уже без мотора просто по течению и прыгать кидать там спиннинг посмотреть из этого получится вот такие планы как это все реализуется может сейчас захочу за грибами сходить их тут много достаточно можете схожу в общем не знаю как у свободного художника есть как это плюс он делал чего хочет а чего он хочет он сам не знает поэтому очень траектория она такая весьма ветереват и бывает без 10 минут 9 лагерь собрали костер оставляем вместе с костром оставляем анатолия я желаем хорошей дороги рада будет познакомиться по гарабу познакомиться провести эти дни вместе нам дальше на барковскую анатолий обратно в мылу я думаю что случайных встреч никогда не бывает да ему контакты есть связи есть еще встретимся на просторах нашей страны где-нибудь обязательно оставляем костер на тебя все по поводу теперь тебе желаем удачи жителям было передавая большой привет вернемся на большую землю спишемся созвонимся фотками поменяется да 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 вам тоже удачи и и аккуратно куда-нибудь торопимся спасибо без долгих прощаний давай раньше тебя пишем модным твой ой ой удачи тебе да и и и и и и и добрались до лужи на самом деле к не лужам это не то ручей какой-то не то причинушка В этой луже водится рыба, поэтому я сделал такие выводы Она обычно достаточно глубокая, вязкое дно Эта лужа попадает во все видеоотчеты всех экспедиций, всех путешествий На выходе самое плохое Это там вездеходом гусеничным прорезан выход Очень такие щеки плотные-плотные Машина прямо в них застревает Сейчас нужно пройти и внимательно посмотреть То есть само по себе оно не так страшно для подготовки наших автомобилей А вот выход он такой, опасный, надо проверить Вот собственно те щеки, про которые мы говорили на выходе из этой лужи То есть понятно, что здесь еще колесо провалится в мягкий грунт Выл, там сантиметров на 20-30 И в эти щеки зажимает как в тиски Моя машина самая широкая, там 2,40 Она сюда всяко не зайдет, поэтому решили посреди лужи прямо выходить, выскакивать на сухое Первая машина едет Жека Сейчас как раз он проложит траекторию Надеюсь у него все получится и все следом за ним выйдут по его траектории Пойдем Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как тут Жека, лужи-то все? Нормально? Проходятся? На всех блокировках. Значит, лужи тяжелые, если на всех блокировках. Сейчас тут лужа, которая будет перед тобой, с хорошим греном справа. На выходе подъемчик такой. Грен ловим. Да, все, принял. Хорошо, что предупредил. Крен действительно приличный, но прошли без проблем. В общем, вот лужи на Печорском. Раньше вроде чачку раскидал, там под низом вроде твердый. Лужи на Печорском тракте так или иначе еще сохранились. Некоторые, которые были особо глубокими, уровень воды в них сейчас упал. Но консистенция изменилась, они такие стали более гуталиновые, такие глиняные. И, конечно, доставляет немножко хлопот-то все-таки. Это Печорский тракт. А не просто какая-то там грунтовка поблизости от огорода, от забора. Но все хорошо. Мы уже проехали порядка 8-9 километров. Появилась уже в экране лиственничная валса. Там мы сделаем остановочку, умоемся. Потому что, хотя, вот, казалось бы, водитель сидит за рулем. Но, посмотрите, с меня просто течет. В салоне жарко. Ну, как бы эмоциональное напряжение, все равно, как бы концентрация. И реально тепло прямо, как в плохой бане. Поэтому там сделаем остановку, пополним запасы воды, умоемся, может быть, даже искупаемся. И продолжим наше движение. Лиственничную валсу мы будем пересекать, если я ничего не путаю, не ошибаюсь, дважды. Вот. И на втором бродике мы сделаем остановку. Пообедаем и продолжим путь. Пока у нас все хорошо. Темп очень высокий. Есть небольшие, но все же шансы доехать до метеостанции. Пока ждали ребят. Они немножко подотстали, подзастряли. Мы времени зря не теряем. Делаем установку на охоту. Охота у нас на грибов. Посмотрите, какие чистые подосиновички. Да, он как бы не совсем еще молодой. Уже не молодой. Но очень хороший. То есть, срезаем, смотрим. Вот. Ножка крепкая. Прямо режешь, она хрустит. Ну, шляпка немножко уставшая. Давайте посмотрим. Если будет хорошая, то оставим. Но, к сожалению, съедены. Поэтому этого гриба оставляем на размножение. А этого забираем. Это тяжелая, дай, дай. Дай. Далеко ли едем? Баргошку увезти, ма. Баргошку увезти, ма. Не смогли проехать мимо. Прямо из окна автомобиля обратили внимание на растущую дикую красную смородину. Тут ее заросли. Смотрите, какая красота. Половинка у меня, половинка оператору. Потише. 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 Лёх, стой! В деревне? Он говорит, да, в деревне, я говорю, ну, гости к нему придут, встречайте, я про Анатолия-то думал, они же как бы хорошо знакомы, я думал, что Толик будет искать Бобрецова, вот, а почему мы про него заговорили, потому что мы доехали до реки Листричная Валса, здесь, собственно, избушка Бобрецова, пойдёмте посмотрим, мы здесь в ней, конечно, были каждый раз, и в 16-м, и в 20-м посмотрим, может, что-то изменило. Мы внутри избушки, изба такая правильная, пропитанная правильными запахами. Здесь чайнички, сковородочки, под лавкой в канистрах бензин, ну, видимо, для лодочных моторов, либо для снегоходов зимой. Естественно, ничего не трогать не будем, всё пусть здесь так и остаётся, люди сюда приезжают. Тут небольшие запасы чая, сахара, соли, тоже посуда вымута, ждёт своего хозяина, владельца. Ложки, ну, другие столовые приборы, в общем, всё достаточно. Изба рабочая, печь исправная, мусора нету, то есть такая, пригодная для жилья, круглогодично и летом, и зимой. Вот, ну, чё, в избушке отметились, пойдём наберём водички и поедем дальше. Нам ещё впереди много километров на сегодня. Очень классно. Посмотрите, смородины мы поели, черники поели, голубики поели, жимлость поели. Теперь до малины добрались. Ну, сами понимаете, всё стандартно. Половину мне, половину оператору. Приятного аппетита. Малина вкусная, сочная, сладкая. Я думаю, надо позадержаться здесь. Возвращаться здесь. вот такую прекрасную полянку нашли для обеда очень интересно везде болото тайга а тут такой вот курум ну видимо все это следствие действия ледника который когда-то давным-давно прошел я так думаю здесь разогреем еду которые приготовили заранее утром передохнем немножко умоемся осмотрим автомобили и поедем дальше проходили сейчас последний грязевой участок и видимо каким-то корнем или грязью сорвала сорвала трубку подключение передней блокировки подачу воздуха сейчас воздух шипит на улицу и передняя блокировка не работает сейчас на месте постараемся устранить перекусим и поедем дальше выскочил из моста сейчас тут очистим протрем посмотрим как это все обратно соединить надо тряпочку какую-то салфетку важную ножичком кончик да так и был оставляем упиралась гайка длинная упиралась не давала затянуть трубку резьбы не хватает на ответной части гайка упирается то уплотнительное кольцо резиновая но не дожимает пластиковую трубку которая подходит к редуктору соединения блокировки сейчас укоротили гайку и попробуем закрутить что кольцо уплотнительное сильнее прижало должно быть нормально пообедали сейчас убираем все со стола собираемся едем дальше пока есть время вот немножко окошки для видимости моем чтобы куда-нибудь там не угодить попытались проблему с передней блокировкой устранить на месте не получается уплотнительное кольцо резиновое но видимо какое-то некачественное попалось поражалось очень сильно и не держит уплотнение трубку срывает течение блокировки сейчас установили все назад чтобы не попадала грязь будем двигаться дальше если будет у нас возможность приедем пораньше пораньше да то может быть займемся этим вопросом ну и либо на дневке дорога достаточно хорошая идем уверенно можно обойти без передней блокировки пока как бы так а только проехали 100 метров от места нашего стоянки от лиственничные валсы и буквально вот первая ямка находил высохшая но машина ушла туда целиком левая страна по самый бампер села такая глина как буталин ну все ребятки он готовят ребёточки готовят порку сейчас будут лебедицы вперед а я на самом деле знаю как правильно проехать они просто поторопились дорога то вот она прямо по кустикам а и Субтитры подогнал «Симон» Местность, очередное болотце, вот проверяем наши лебедки на работоспособность, пока все хорошо, двигаемся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» На этих колесах любые болота кажутся. Субтитры подогнал «Симон» 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 Но из плюсов мы едем очень быстро. Сейчас уже понятно, что мы доедем сегодня к вечеру до метеостанции «Парковская». Нам до нее остается всего 15 км, а едем мы со средней скоростью примерно 11 км в час. Поэтому со всеми остановками, сборами грибов и ягод, грибы мы собираем в тазико, ягоды в рот, через полтора часа мы всяко там будем. Время нет еще пяти, то есть до семи мы будем там однозначно. А в семь только у нас как бы начинает темнеть, еще будет час времени спокойно сходить на речку искупаться, поставить лагерь, заготовить воду и начать заниматься приготовлением ужина. В общем, все здоровско, остается немножко. Благодаря такой, наверное, сухой погоде, тому, что мы приняли решение сегодня ехать до Победного, до Барковской, мы сэкономили по нашему графику движения два дня. То есть на этот отрезок у нас планируют пополам было три дня отведено. Теперь мы два сэкономили. Это не значит, что мы будем стоять лагерем, ничего не делать, отдыхать. Это значит, что мы напротив поедем вперед, может быть, у меня сейчас такая родилась мысль, с ребятами еще не делился, не делать дневки на Барковской. Хотя как бы такое вот культовое место, это середина Печорского тракта, это удобная поляна, это речушка, не помню как называется, то ли Барковская, то ли Борковка, впадающая в Ашугу. Где очень чистая вода, с которой можно пить, где приятно купаться, она холодная, можно порыбачить. Но при всем при этом я все-таки предложу сегодня вечером, за ужином, завтра же отправиться вперед. С тем, чтобы пока сухая погода, пока сухие болота, пока у нас есть такое преимущество, доехать до базы северной, до геологов, пересечь цельму и на высоком берегу, на Беломошнике, встать уже лагерем. Потому что каждый сухой день это для нас большой-большой плюс. Если пойдут дожди, нам, конечно же, будет тяжелее, а сейчас нужно этим пользоваться. Лучше мы дневки сделаем тогда, когда будет идти дождь. Рыбе-то без разницы, в какую погоду клевать, по большому счету, если температура воды холодная, низкая. Ну вот, а нам нет. Поэтому такие вот мысли сразу с вами поделился. Сейчас доедем, поделюсь с ребятами. Свалился, нету ГАТИ. Сейчас я хоть один раз резану, я упаду вниз в болото. Сейчас где-то на 30% работы сцепления, на 10% работы сцепления. Пробую выехать. Сцепление поджог, Марень. Сцепление поджог, Марень. Иischoy, давай тяни туда. Еще один оборот. Доб давай еще раз. Давай. Сюда я вперед. Давай. Пока разматываю. Бедствие. Или наматываем, или разматываем. Давай потихоньку Добро пожаловать 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 Добро пожаловать